Всем привет, друзья мои! Меня зовут Наталья, я вас приглашаю сегодня в чудесную поездку. Я приехала сегодня в Нойш-Ванштайн. На высокой скале, где на фоне небес дикой чаще разросся чернеющий лес, где среди тишины водопад лишь шумит белый замок, как лебедь над лесом парит. Этот замок – мечта, мечта, которая стала реальностью, потому что мечтателем был король. 25 августа 1845 года родился король сказка Людвиг II Баварский. Рождение, необыкновенная жизнь самого известного короля Европы и в особенности его таинственная смерть до сих пор остаются загадкой. И я расскажу вам, как со всем этим связан Чайковский и его балет «Лебединое озеро», который оказался страшным пророчеством. Совпадение – решайте сами. И при чем тут Олдисней и спящая красавица? Я давно собиралась посетить замок Нойшванштайн, но непременно осенью. Этот замок прекрасен в любое время года, но золотая осень подчеркивает и без того величественный замок, и его история обретает еще большую таинственность. Собиралась я поехать туда поездом, но мои друзья пригласили меня на выходных, и я с радостью согласилась. Мы поехали машиной. Дорога из Мюнхена заняла около двух часов. Уже сама по себе дорога была очень живописна и прекрасна. Если вы собираетесь ехать от Мюнхена поезда, то вам на Хауптбангофе нужно сесть на поезд, который следует до Фюссена. Есть поезда прямые, есть пересадка. Но они ходят каждый час от Хауптбангофа, поэтому есть возможность спланировать свое время максимально удобно. Дорога длится два часа. Первый поезд из Мюнхена выходит около пяти утра. И если у вас есть билет за 49 евро, то вы молодец. Если нет, то нужно купить байр-тикет. Баварский билет. Последний раз, когда я его покупала, он стоил около 28 евро. Это на весь день и на все виды общественного транспорта по Баварии. Поезд идет до Фюссена. До Швангау еще около пяти километров. Это расстояние можно проехать автобусом. Можно, конечно, пройти пешком, если вы спортсмен. Но не забывайте, что у вас еще впереди целый день на ногах. Билеты же в сам замок лучше заказывать онлайн и заранее. Стоит это 17 евро, но вы должны знать, что снимать в замке абсолютно категорически запрещено. Поэтому я вам не смогу показать, как выглядит замок изнутри. И в билете будет указано точное время, когда вы должны будете зайти в замок. Если вы опоздаете хотя бы на одну минуту, то в замок вы уже не зайдете. В этот день нам очень повезло с погодой. Сначала большие черные тучи предвещали дождь. А я нагоняла жути и с умным видом вообще прогнозировала снег. Но погода была чудесная. Хоть и ветреная, но весь день нас сопровождали радуги, которые выходили из чудесных озер, окружающих замок. Одно такое озеро Чайковский описал в знаменитом балете. Но об этом я расскажу чуть позже. Подняться к замку на машине нельзя. Машину нужно припарковать внизу. И цена за парковку 10 евро за день. Подняться же к замку можно пешком. Это займет минут 40, наверное. Но можно на автобусе за 3 евро 50 центов. Или на импровизированной карете, запряженной лошадьми. Это стоит 4 евро. Лошади передвигаются очень медленно. Это путешествие не для тех, кто торопится. Но на самом деле эта карета оснащена электрическим двигателем. Поэтому лошади здесь только для антуража. Они просто гуляют по дороге. И им нетрудно тащить эту повозку. Это сделали по требованиям защиты животных, чтобы лошади не уставали. Вот так в Германии заботятся не только о людях, но и о животных. Огромный респект. Везде расположены сувенирные магазинчики. Сувениры самые разнообразные. От брелков с изображением замка до больших постеров. И очень-очень много сувениров с изображением лебедя. Также лебедя мы можем видеть на обоих замках. Лебедь это геральдический символ рода графов Швангау. Приемником которых был отец Людвига II, Максимилиан II. Отправляемся первым делом на мост Марии, Мариенбрюкке. Самое время немного рассказать про него. Марийенбрюкке-Нойшванштайн расположен над всемирно известным замком Нойшванштайн. Он перекинут через ущелье Пеллат. Мост длиной 35 метров. Он стальной и имеет королевскую историю. Первоначально он был построен королем Максимилианом II в 1845 году. Отец любимца Баварии короля Людвига II посвятил мост матери Людвига, своей жене Марии. Мария Прусская вышла замуж за короля Максимилиана II в 17 лет. Так она попала в Хоэншвангау. Королевская семья жила в замке, ниже сегодняшнего моста. И ей нравилось ходить в походы. Известно, что Мария обошла все знаменитые горы вокруг Фюссена. Поэтому королеву Марию считают первой альпинисткой. Кто боится высоты, лучше не смотреть вниз. Я высоты особо не боюсь. Но было немного не по себе. Но когда я увидела, как выглядит этот мост со стороны, это просто хрупкая ниточка над огромной пропастью. Я ужаснулась и подумала, а чего, собственно, я туда поперлась. Но вспомнила, что я хотела показать эту красоту вам, мои любимые зрители. И решила, что да, оно того стоит. И вот, наконец, как на ладони этот прекрасный, знаменитый замок. Альпийские пейзажи вокруг замка также выглядят сказочно. Замок расположен в изумительной по красоте местности Баварских Альп на высоком холме на фоне величественного горного пейзажа. Отсюда открывается прекраснейший вид на долину Хоэншвангау. Наконец-то сбылась моя мечта. Я приехала в этот сказочный замок. История замка связана с легендами и тайнами. Нойшванштайн – это творение Людвига II Отто Фридриха Вильгельма Баварского. Для современников король был чужой, странный, непонятный, необыкновенный, чужак. Я – загадка и хочу остаться вечной загадкой для себя и для других, говорил Людвиг. Так в чем же загадка короля? В чем загадка Людвига II Баварского? Его называли самым красивым королем Европы. Он был писаным красавцем, ростом 191 см, с пышными темно-каштановыми вьющимися волосами и огромными мечтательными глазами. Их цвет менялся от светло-голубого до черного в зависимости от расположения духа монарха. Женщины души не чаяли в молодом красавце, но Людвиг всю жизнь был влюблен только в одну женщину – свою кузину. Вернее, она приходилась ему теткой – баварскую принцессу, австрийскую императрицу Елизавету, более известную под именем Сиси. Ее считали самой красивой женщиной тогдашней Европы, но жениться на ней Людвиг не мог. Но это уже совсем другая история. Людвиг вырос в замке Хоэншвангау, буквально «высокий лебединый край». Он находится в деревне с таким же названием. Как раз над этой деревней возвышается замок Нойшванштайн. Хоэншвангау был построен отцом Людвига Максимилианом II Баварским. Строительство замка Нойшванштайн было начато в 1869 году на месте руин средневекового замка Шванштайн и продолжалось 17 лет. Для этого снесли руины старого замка и с помощью динамита убрали на 8 метров верхушку скалы и выровняли место под новый замок. Замок был воздвигнут в стиле рыцарской крепости. Замок построен по мотивам сказок и древних легенд о любви, колдовстве, победе добра над злом. А вообще он назван в честь рыцаря-лебедя из оперы Вагнера «Лоенгрим». Еще с детства будущий король Людвиг II увлекался средневековыми легендами и древнегерманскими сагами. С 16 лет он стал страстным поклонником творчества Рихарда Вагнера, который стал впоследствии его близким другом. Когда ехали, издалека он казался небольшим, а вблизи он просто громадный. Ежегодно замок притягивает полтора миллиона посетителей, что делает Нойшванштайн одной из самых известных королевских построек мира. И часть популярности принадлежит Уолту Диснею. Самый знаменитый художник-мультипликатор в истории человечества Уолт Дисней, путешествуя с семьей в 30-е годы 20 века по Европе, обдумывал идею создания парка развлечений. Вдохновленный красотой этого шедевра, он тут же выбрал замок в качестве прототипа замка спящей красавицы, который был построен в самом первом Диснейленде в 1955 году. А в 1959 году замок изобразили в мультфильме «Спящая красавица». А в 1985 году силуэт замка стал логотипом компании Walt Disney Pictures. Нойшванштайн действительно производит впечатление сказочного замка. Он выглядит как средневековый замок, но внутри оборудован в соответствии с технологиями своего времени. Например, в замке функционировала система воздушного обогрева. А на каждом этаже замка туалеты были снабжены автоматическими устройствами смыва. Вода для снабжения бралась из ближайшего источника, расположенного на 200 метров выше замка. И самое интересное, в замке даже был телефон. Строительство замка действительно обошлось очень дорого. Однако осуществлялось оно за счет собственных средств королевской семьи. В бюджет государства Людвиг не влезал. Подобные обвинения появились позже, чтобы оправдать его отставку. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что как государственный деятель Людвиг все-таки был никакой. Тонкий ценитель искусства и мистик, король искал убежище в мире вагнеровских опер, мифов и легенд. Романтический замок был построен не только как королевская резиденция. Людвиг II хотел, чтобы в замке жил и творил Рихард Вагнер. Интерьер многих помещений замка посвящен произведениям композитора. В замке более 360 залов, и каждый из них посвящен героям Вагнера. В 1876 году композитор Петр Ильич Чайковский получил заказ на романтический балет. Он вспомнил об опере Рихарда Вагнера Лоенгрин, написанную на сюжет о рыцаре-лебеде, и отправился за вдохновением в Баварские Альпы. В замке Нойшванштайн у него родился замысел балета «Лебединое озеро». Такое же название носит одно из озер возле замка Нойшванштайн. Это озеро Шванзея, «Лебединое озеро». Для первой версии балета Чайковский задумал трагический финал, что было не совсем обычным явлением для постановок того времени. Его герои и принц, и адетта погибают в волнах разбушевавшегося лебединого озера. Волны одна за другой набегают на героев, и скоро они скрываются под водой. Непривычная концовка шокировала современников. Так что, вопреки распространенному мнению, благополучный финал возник еще при жизни Петра Чайковского, но уже в следующей, второй по счету, московской версии балетмейстера Йозефа Гансена. По его мнению, принц и адетта более не погибают, но спасаются. И адетта, превратившись в обыкновенную девушку, прощается со своими родичами-лебедями и уходит с принцем. Но все-таки первая трагическая версия балета послужила своеобразным пророчеством смерти короля Людвига II. Людвиг II, подобно Лебединому королю, тоже гибнет в водах разбушевавшегося Лебединого озера, хотя происходит это почти через 10 лет после событий в балете. Людвиг Баварский утонул в 1886 году. Сообщение о кончине Баварского короля произвело на Петра Чайковского чрезвычайно сильное впечатление. Композитор назвал ее ужасной, а обстоятельства, приведшие к ней, злодейством. Балет «Лебединое озеро» остается одним из самых любимых сценических постановок у зрителей всего мира. Он выдержал проверку временем, вечный, изменчивый, востребованный. Но гениальное творение мастера вначале не нашло признания. Первые слушатели говорили Чайковскому, «Танцевать ваш балет невозможно, это скорее симфония, вы взялись за немыслимый сюжет, непонятный простым смертным». Да, гении всегда кажутся непонятными и странными. Сто лет назад известный французский социолог Эмиль Дюргейм написал работу, в которой утверждал, что гениальность и сумасшествие – вещи довольно близкие, часто пересекающиеся, и всякого человека, который кажется непонятным большинству, с легкостью могут назвать ненормальным и даже сумасшедшим. В этом сумасшедшем мире нетрудно сойти с ума, и только подлинно сумасшедшие кажутся здесь нормальными. Да и что такое нормальный, такой же сумасшедший? Такая же участь постигла и короля Людвига II Баварского. Самый легкий способ избавиться от неугодного человека – это объявить его сумасшедшим. Любого человека, увлеченного какой-нибудь идеей, можно назвать параноиком. Людей посредственных, ничем не выдающихся, обычно никто не преследует. Преследует тех, кто по своим дарованиям или способностям чем-нибудь выделяется над окружающими. Так кто же хотел избавиться от короля Людвига II? В недостроенном замке Людвиг прожил всего 172 дня. Один единственный раз за время своего правления Людвиг совершил путешествие по собственной стране. Строительство замков с совершенно невероятной сказочной архитектурой занимало его намного больше, чем монарший долг. Министрам приходилось разыскивать его, чтобы подписать важные указы. На строительство своих замков он тратил баснословные суммы. И вследствие чего потенциальные наследники объявили о затмении разума короля и его недееспособности. 8 июня 1886 года консилиум врачей заочно признал его неизлечимо душевно больным. И всего через несколько дней Людвиг погиб. Как? Это до сих пор точно неизвестно. Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король. Анна Ахматова, сероглазый король. 125 лет назад, теплым июньским вечером, король Людвиг Баварский отправился на прогулку по берегу озера в сопровождении врача-психиатра. Через несколько часов их тела обнаружили в воде. Несчастный случай или убийство? И без того, нередко впадавший в депрессию, король не вынес позора и решил свести счеты с жизнью. Его спутник пытался спасти монарха, но в результате погиб сам. Такова официальная версия гибели баварского короля. За несколько дней до этого лишенного королевства и сопровождавшего его врача-психиатра. События, над которым уже 125 лет ломают головы историки, ученые, криминалисты, судебно-медицинские эксперты, потомки королевской семьи и просто поклонники Людвига Баварского – яркой, необычной личности. В том, что короля убрали, все еще уверены многие. Таинственная гибель Людвига Баварского в мелкой воде у самого берега озера наводит его поклонников на самые невероятные догадки. Ведь расследование скороспостижной смерти короля было проведено наспех, свидетелей якобы не было. И официальный вердикт гласил, имела место попытка самоубийства, а спутник Людвига погиб, пытаясь спасти пациента. Но в свидетельство о смерти фон Гуддена отсутствует медицинское обоснование причины смерти. Штанбергское озеро – свидетель гибели Людвига II, надежно хранит подробности трагедии. А вот поклонники легендарного короля неустанно пытаются раскрыть тайну его смерти. Они выступают с требованием провести эксгумацию останков монарха с использованием современной техники. Они уверены, что короля убили намеренно. И действительно, есть множество вопросов, до сих пор оставшихся без ответа. Почему одежду короля, якобы с дырами от пуль, сразу же сожгли? Почему часы короля остановились на 11 часов раньше, чем часы сопровождавшего его врача? Почему тело короля сначала спрятали в доме лодочника, а затем этот дом сразу же снесли? Почему рыбак, доставший тела из воды, поклялся не разглашать подробностей той роковой ночи? И почему один из жандармов, охранявших замковый парк короля, вскоре умер по невыясненным причинам, а другой очень скоро эмигрировал в Америку? Почему служащий тайной канцелярии Бисмарка находился в тот день поблизости, якобы совершенно случайно? В 22.30 один из служителей замка нашел на берегу озера шляпу короля, а неподалеку его пальто. Вскоре бездыханное тело короля было обнаружено в темных водах озера, а в нескольких шагах от него – тело доктора. Найденные на берегу разбитые часы короля остановились в 18.54. Предположений было множество, и попытка побега, и самоубийства, и другое. Удивляет то, что тела были найдены на мелководье, где невозможно было утонуть. Частично на эти вопросы пытались ответить режиссер Лукино Висконти, снявший нашумевший фильм «Людвиг». Также авторы множества книг, документальных и художественных, криминалисты-любители и историки-профессионалы. Но загадка пока так и не разгадана. Как я уже говорила, в недостроенном замке Людвиг прожил всего 172 дня. После смерти короля в 1886 году все строительные работы были приостановлены. И уже через несколько недель после смерти замок открыли для посетителей, чтобы хоть частично компенсировать расходы. Прошло время, и безумные фантазии короля, опустошавшие казну, конвертировались в баснословные прибыли туристического бизнеса. Ежегодно свыше миллиона туристов посещают новый лебединый замок в Альпах. Похоронили Людвига II Баварского в церкви святого Михаила в Мюнхене. В одном из своих видео я показывала эту иезуитскую церковь. Тело Людвига похоронено в этой церкви, Однако сердце, как и сердца других 21-го членов династии Виттельсбахов, хранится в старинной часовне города Альтеттинга. Какие бы парадоксы и тайны не сопровождали как жизнь, так и смерть Людвига II, бесспорно одно, память о нем не умрет до тех пор, пока в Альпийских горах будут стоять его замки. «Есть тайны, которые не позволяют себя разгадать», – писал Эдгар По. «Теперь, пожалуй, действительно никто никогда не ответит на вопрос, что же на самом деле случилось июньской полночью 1886 года на берегу горного озера, когда жители Баварии мирно спали». Но тем не менее все выдвигавшиеся версии так или иначе оказывались бездоказательными, и, видимо, правы были современники, писавшие «Смерть Людвига покрыта тайной, еще более непроницаемой, чем его жизнь». Боязнь народных волнений заставила перевести тело Людвига в Мюнхен ночью, однако все улицы и площади, ведущие к королевскому замку, оказались запружены народом. После вскрытия и бальзамирования тела короля началось прощание с ним. Двое суток баварцы нескончаемой чередой шли мимо гроба, поставленного на тройной катафалк и занимавшего почти вертикальное положение. Зная, что король не любил военной формы, его одели в черный бархатный костюм с белой кружевной фрезой у шеи и рук и бриллиантовой цепью на груди. Одна его рука опиралась на рукоятку меча, другая прижимала к груди маленький букет жасмина. Это величественное и несколько театральное одеяние, наверное, пришлось бы королю по душе. Говорили, что в день погребения короля, когда гроб его вставили в саркофаг, был дан сигнал народу, который стоял на коленях вокруг церкви, молиться. И вот, когда прогремел пушечный выстрел, тихая погода, стоявшая с утра, сменилась ураганом. Раскаты грома заглушали пушечную канонаду, и колокольный звон, шквальный ветер уродовал крыши. Куски черепицы, как листья, носились в воздухе. Сама природа возмутилась людской несправедливостью. У грандиозного темно-серого саркофага из мрамора по сей день негасимо горят свечи. Живые цветы, лежащие здесь всегда дважды в год, в день рождения короля и в день его смерти, заменяются огромным количеством венков и цветочными корзинами. Для тех, кто задумается сегодня посетить церковь святого Михаила со склепом династии Виттельсбахов, будет совершенно ясна степень поклонения баварцев своему королю-романтику. И тут вопрос, заслуживают ли деяния этого правителя такой памяти и такой любви, останется далеко в стороне. И до сих пор с замком связано много тайн и легенд. В годы Второй мировой войны в замке хранились золотые запасы Третьего рейха, которые бесследно исчезли. По одной из версий, золото было утоплено в одном из этих прекрасных озер вблизи замка, возможно, именно в Лебедином озере. Друзья мои, вот так прошел мой день посещения замка Нойшванштайн. Я узнала очень много нового, чем поспешила поделиться с вами. Я не прощаюсь с вами навсегда. Я жду вас в своих новых видео. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok